Дядя Татьяны Климовой Анатолий Молчанов ушел на фронт в первые дни войны. В 42-м родным сообщили, что он пропал без вести в боях за Севастополь. На протяжении нескольких десятилетий семья искала хоть какие-то сведения об Анатолии. И вот прошлой весной поисковики нашли его останки на Микензиевых горах. Спустя 77 лет защитника Севастополя хоронят с военными почестями рядом с солдатами, которые воевали вместе с ним. Имя Анатолия Молчанова удалось установить по обрывкам документов, которые нашли рядом с ним. И начиная с 50-х годов, папа искал по архивам, нашел командиров, нашел сослуживцев, переписывался с ними. Его помнили, но как он пропал, где, никто не мог сказать. И вот только в прошлом году осенью Уманская Татьяна Ивановна, сотрудник 35-й береговой батареи, мне позвонила, сказала, что похоже, что его нашли. Потом была экспертиза, определили, у него были документы, и вот по обрывкам документов поняли, что это действительно он. Только за последний год поисковые отряды подняли останки 159 человек. При этом установить имена погибших удалось только в нескольких случаях. Если при солдате нет никаких вещей и медальона, опознать его уже невозможно. Единственная, так скажем, быстрая процедура, но тоже щепетильная, это если вы, например, нашли бойца, и при нем был какой-то предмет, который может установить его личность. Например, это бывает талисман. Там бывают инициалы и фамилия. Бывает такое, что даже на гильзах выцарапывали инициалы и фамилии. За последние 10 лет в Севастополе перезахоронили больше трех тысяч бойцов. Ежегодно жители города, ветераны, школьники, участники поисковых отрядов собираются здесь, на Мемориальном братском кладбище, чтобы проводить защитников Родины в последний путь. Ольга Петрова, Екатерина Брега, Михаил Волобоев. Новости ИКС-ТВ.